Музыка Молодцы, спасибо этим И соберите картину И мне расскажите, что же изобразил художник В какой эпизоде жизни Так, 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 давайте, давайте, давайте Добавляйте, у вас не хватает частей Все вместе Это будет на А4 Это прямоугольник должен составлять У кого что уже было Вы должны догадаться Что там Вот уже ближе Получается А предметы у нас будут различные И все они связаны Я вам сейчас дам Пропробую здесь И все эти предметы связаны Но я подсказку дам вам не только с героями С названиями, с именами героев Но и с названиями города Улиц, возможно Это географический комплект Да, для этого рассказочного города Ну и как вы уже знаете Мы сегодня говорим о сказке И о произведении И знаете вот друзей Вам дается время Внимательно рассмотрите картины Ребят, первая картинка Это Не заплудутся Поэтому Будьте внимательны Подписать нужно Тут не только имена героев Но и Не только имена героев Но и Обязательного названия Какого-то Будьте внимательны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Передайте, пожалуйста, в одной группе. Так, вы тоже встали. Так, встали, весом. Не думал, не ожидал, не думал, не ожидал, никак не ожидал. Вот конца. Три, четыре, три. Цветы, почему, как вы думаете? Потому что они с нами жили в цветочном городе. Так, потому что они жители цветочного города. Поэтому сейчас ваша задача изобразить самую красивую цветочную поляну. Подходите сюда все со своими инструментами. И каждый вносит лепку в рисунок. Рисуете все вместе, быстрее. Поляну. Кто-то где-то что-то дорисовывает. Кто-то как-то, значит... Так, быстрее. Подходите сюда. Вот сюда. Кто-то там... Вот смотри, Света. Ты вот тут внизу рисуй. Вы не лезьте. Вы каждый около себя рисуете. Оно же удобнее. А то вы место даете, ляжете на рисунок-то. И все. Подходи сюда, поближе, чтобы всем места хватило. Ушли соус. Так. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. Цветочный. Быстрее цветочная поляна, Саша. Подходи ближе. Где у тебя что карандаши и что у тебя у тебя у тебя. Спасибо. Ну, тогда вы мне все сейчас расскажете. Скажите мне, кто в группе были доктора? Это доктор Пилюйти. Доктор Пилюйти. А я? Доктор Пилюйти. Ну вот, ну доктор Пилюйти, не я, да нет? А я? Кто сейчас? Медсестра? Нет. А что это доктор? Это же доктор. А какой же? Ты? Знаете? Знаю. Ну нет. А от болитвы этой книги нет. А я не длинца. Я жила в городе, где там лежит малыш, и их там лечила. Вот. Скажите-ка мне, пожалуйста, у меня здесь есть родитель лекарства. Лимон. Молодец. Прочитал. Это что? Лимон. Льет. Молодцы. А от этого? Лимон. 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 Молодцы. А здесь? Разторно. Идите все сюда. Выберите стол. Чем я и чего? Малыш, короныш. Мне, давайте, мне. Выбрали? Вот, молодцы. Давайте. Выбрали? Все, молодцы. Садитесь. Ну, садитесь. Эй, вы, малыши и малыши. Смотрите, пожалуйста. Это лекарство я не люблю. Это доктор Афелюлькина. А это тоже доктор Афелюлькин любит. Мы медом учили. А я учила их лимоном. Да медом. Медовый пласты. Медовая микстура. Все медовое, это с лимоном. Поэтому нет, вы не угадали. А скажите-ка мне, ребята, к этой книге были герои, которые неправильно питались. Кто же это? Не знай-ка. Не знай-ка? Пончик, пончик. Молодец. А кто еще? А еще-то кто? Сахарин Сахаринович Сиропчик. Вон он там самый толстый. Смотрите. Что любил Сахарин Сахаринович Сиропчик? Сахар. Сахар. И что он любил? Сиропчик. Сладкий он еще любил. Хорошо, молодцы. А теперь они. Вот. Пончик, Сахарин Сахаринович Сиропчик. Предлагаю вам узнать, какие продукты полезны, а какие бредные. Играем в игру. Приготовились. Итак. Кто напиток этот знает, тот название дает. Я зову его Шипучка и зову его Колючка. Газировка. Газировка. Кто любит газировку? Я. Вот. Молодцы. Вы всегда пьете газировку? Да. А она полезная? Нет. Нет. А зачем вы ее тогда пьете? Вкусная. 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 Не надо ее пить. Тогда вот это. Я на грязке. Роскарактер мой гадкий. Куда не приму, всегда слез доведу. Му-му-му-му. Ой, это вредный продукт. Нет. Нет. Хорошо. Согласна с вами. Все мы сыновья картошки. Но для нас не надо ложки. Мы хрустим, хрустим, хрустим. Угостим. Чипсы. 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 Кто любит чипсы? Нет. Нет. Кого чипсами угостить? Нет. Нет. Ага. А это полезно? Нет. Нет, конечно. А зачем вы идите? Не ешьте никогда чипсы. Это не полезно. Мама из группы звонила, посолила, подсклад, подсластила. Мам, где же ложка наша? Каша. Нам нужна на завтрак? Каша. Кто кашу здоровой съедает всю. Ну, а кто кашу съедает, тот здоровым станет. Молодцы. Ребята, а сейчас мы с вами подумаем, какие же рецепты для здоровья нам с вами нужны, чтобы быть здоровыми. Какие же? Каша. 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 Берите ручку. Вот сюда все подходите. Кто быстро пишет. Думай. Кто быстро пишет, пишите. А вы говорите, какой же рецепт здоровья мы можем составить. Ребята, а вы же не подходите, подходите к ним. Вместе все. Чтобы здоровым быть, что нужно нам. Алиса, вы тоже не пишите. Алиса, вы тоже не пишите. О, фрукты, овощи, овощи написать больше. А ну, овощи. На урок, вы наверняка говорили, что нужно, чтобы быть здоровыми. Картофель. Картофель. Так, и мы скорее всего. Так, молодец. Да, есть такое полезное растение. Чеснок. И чеснок полезное. И чеснок полезное тоже. Еще яблоко. Ребята, и яблоки полезные. А кроме еды ничего нельзя? Вода. А кроме еды ничего. Рецепты, да? А хлеб это не надо? Зарядок. Каша. Так вон там, лежите скорее туда мне. Чеснок. Просто, всё, 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 написали. Ну, давайте. А вы не слушайте своих ребят. Смотрите, ваши доктора вам прицеп здоровья написали. Есть мед, лимон, кашу, яблоко, овощи. А еще один ребенок кричал всем, кричал, а вы не услышали, что надо еще делать? Чебрец. Ты говорил, что делать? Да. Делать зарядку. Зарядку делать, он говорил, а вы почему же не написали? А он говорил, что я чебрец болезнь купил. Да, ну вот это ваш лицерк здоровья. Как церковь? Ну кто за все век? Ну кто за все век? А я хочу вам пожелать доброго здоровья, чтобы вы всегда были здоровыми, делали зарядку, гуляли на улице, побольше дышали спешим воздухом и лимали без лепра. Всем доброго. До свидания. Итак, ребята, вы сейчас попали на станцию «Поис». Попробуем. Сейчас вы будете угадывать все то, что вы зачитали в книге «Приключения». «Познайки» и «Поис». На колокольчиков. А героев сколько было? Героев сколько было? Героев куда? Я рекламу. А героев сколько было? Героев сколько было? Трискласс. А? Шестнадцать. На какой реке стоял цветочный город? На какой реке стоял цветочный город? На Огурцовой. На чём отправились малыши в путешествие? На радушном шаре. На радушном шаре кто сказал? Я. В каком городе они присединились? Они присединились на... Нет. 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 В каком городе они присединились? Нет. В зелёном. И побывали ещё в Змеевке. В городе. Как собирали грибы и орехи коротышки из цветочного города? Как собирали грибы и орехи коротышки из цветочного города? Как собирали грибы и орехи коротышки из цветочного города? Так, вас кого выбрали? Видите, Леня. Так, записывай первый столбик слова, а вы ему... Где нам их салили? Ветка. 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 Ветка, маленькая. Ветка. 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 Ветка.